Можно ли человеку пользоваться вещами, про которые ему точно неизвестно, разрешены ли они ему для такого использования или нет. Например, может ли человек печатать для себя какие-то персональные документы на рабочем принтере, уносить домой рабочие ручки и подобные вещи. Эта ситуация довольно распространена, это как раз та вещь, с которой мы часто очень имеем дело, когда у нас нет явного понимания, ну если мы об этом не задумываемся, у нас нет явного понимания является это воровством или нет. Более того, основная проблема здесь в том, что человек видит некую пограничность и если бы он поставил себя, например, с точки зрения владельца этих вещей или услуг, то вполне возможно, что он не хотел бы, чтобы таким образом использовались его вещи, его имущество. Но со своей позиции, поскольку эти вещи уже в какой-то форме предоставлены ему в использовании, человек не видит проблемы в использовании этих вещей для своих собственных целей. Напечатать какой-то документ, скопировать себе паспорт на работе, все равно это рабочий принтер, человек что-то делает и то, что он делает что-то для себя, часто человек в этом не видит проблемы. Тем не менее, здесь есть прямое пересечение запретом воровства и если изначально не оговорено, можно ли использовать те или иные вещи подобным образом, то для человека это является запретом воровства. Точно так же, как если человеку предоставлен материал для определенной работы, например, шить костюм и остались какие-либо обрезки, если в этом месте не принято возвращать обрезки, то человек может взять их себе. Если же в этом месте принято, что данные остатки материала после костюма, после ремонта, после чего угодно, должны быть возвращены хозяину и человек их не возвращает, то это воровство. То же самое это касается и всех остальных ситуаций, которые с нами постоянно происходят. Использование каких-либо рабочих вещей для личной выгоды или получение каких-либо услуг, которые в принципе предполагаются, что они должны быть платными, это часто может быть проблемой с воровством. Почему может быть проблемы с воровством? Потому что на самом деле, может быть, они действительно предназначены для такого использования и изначально списаны на необходимые потери. Для того, чтобы человек знал, является это воровством или не является, для того, чтобы знать, является эта вещь запрещенной или не является, есть очень простой путь. Нужно просто спросить об этом владельца того, кто отвечает сейчас за эти вещи. То есть, либо это владелец предприятия, либо тот, кто ответственен за использование этих вещей. Уточнить вопрос, можно ли это использовать подобным образом, удалит человека от риска столкнуться с проблемой с тем, что он нарушает запрет воровства. Или прописать изначально эти вещи в договоре. То есть, если человек знает, что подобные вещи предназначены для использования всеми, всем офисом как угодно, или в определенных границах, например, человек знает, что он имеет право напечатать, допустим, 10 документов для себя на работе, и это не будет являться превышением использования рабочего оборудования. То есть, его начальство согласно с тем, что оно предоставляет. Это как подарок такой, как некое поощрение сотрудникам, чтобы они себя чувствовали комфортнее. Прописать такую вещь и со стороны работника, и со стороны владельца, в данном случае предприятия, фирмы, это очень правильная вещь. Потому что, таким образом, если ты работник, ты знаешь, что ты не воруешь. Более того, твой работодатель знает, что ты не воруешь. Это очень важно для честных взаимоотношений. Когда работодатель знает, что ты интересуешься, чтобы, не дай бог, не украсть ничего лишнего, для него это очень важно. И у тебя, как у работодателя, важно, чтобы твои сотрудники знали, в рамках чего они могут пользоваться рабочим оборудованием, а в рамках чего они не могут. То есть, если изначально сказать сотрудникам, что в тех вещах, в которых большинство людей склонны сами выносить решение, можно им это делать или нельзя, если изначально проговорить эти вещи, то всем будет понятно, как должны будут строиться отношения между работником, сотрудником и подобными действиями. Работник будет знать, что ему нельзя это делать на работе. Хотя, может быть, в других местах так принято делать. Но это оговорено, это нельзя. Или, например, работодатель знает, что сотруднику нужны, могут быть, понадобятся для личных целей какие-то вещи. Для него это небольшой расход, но это, допустим, даст возможность сотруднику работать более спокойно, ему не нужно будет тратить дополнительное время, которое ему, может быть, придется от работы отрывать, чтобы сделать какие-либо документы. В данном случае работодатель может сказать, смотрите, ребят, вот для таких-то, таких-то вещей в рамках разумного вы можете пользоваться, это не будет воровством. Когда все подобные ситуации всем понятны, это очень правильно, это ограждает людей от нарушения запрета воровства. И когда люди ведут свои дела более честно по отношению к другим людям и по отношению к Творцам, можно надеяться, что в этих делах будет больше благословения и больше участия Творца.